Далее к другим темам. В Ненецком округе начался третий региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Первые испытания окружные ученики прошли 13 января. Тогда состоялась Олимпиада по русскому языку, сегодня по экологии. Испытания продлятся до 20 февраля и будут проходить по 20 различным предметам. В региональном этапе Олимпиады примут участие школьники 9-11 классов, которые показали лучшие результаты на предыдущих этапах – школьном и муниципальном уровнях. Общее число участников регионального этапа в округе в этом году составит 509. Это на 134 человека больше, чем в 2019 году. Всероссийская Олимпиада школьников – самый масштабный проект для учащихся общеобразовательных организаций в России. Интеллектуальные испытания проводятся с целью выявления и развития у детей творческих способностей и интереса к научной деятельности. Ученик 11 класса первой школы Артема Бертенюк каждый год принимает участие в предметных олимпиадах. Кстати, с учетом результатов прошлого года во Всероссийской Олимпиаде школьников, в округе на сегодняшний день лидирует средняя общеобразовательная школа номер один. Артем уже выполнил задание региональной олимпиады по математике и астрономии. Буквально в четверг – испытания по физике. В школе даются все необходимые знания. На олимпиадах надо лишь правильно их применить. А хожу я просто… Никакой причины, просто потому что мне интересно. Десятиклассник Влад Панферов два года подряд становится призером регионального этапа олимпиад по естествознанию. Старшеклассник выбирает для себя испытания по естественно-научным и гуманитарным направлениям. Говорит, что пригодится для поступления в ВУЗ. Для меня олимпиада – это, скорее, как вызов самому себе, своим способностям проверить, на что он способен. Определенно для того, чтобы для успешного участия в олимпиаде и прохождения этапов школьных знаний будет мало. Для этого нужно прибегать к дополнительным источникам. Часто уровнем высшего класса, в котором находится сам участник. Светлана Дуркина – заслуженный учитель России. Более 15 лет успешно готовит школьников для участия в олимпиадах. Многие ее бывшие ученики – призеры и победители Всероссийской олимпиады прошлых лет – окончили ВУЗы и добились немалых успехов в нашей стране и за ее пределами. Все зависит от того, насколько хочет ребенок участвовать в олимпиаде, потому что к олимпиаде готовиться очень сложно. Что такое олимпиада? Это такой общий интеллект, это умение работать с информацией, это начитанность ребенка и способность вычисления какие-то сложные делать. То есть это не только знание одного предмета, это межпредметные такие связи. Между тем педагог отмечает, что каждый год задания олимпиад усложняются, но вместе с этим становится проще процесс самоподготовки школьников к этим испытаниям. Уже на школьном этапе педагоги могут выявить интеллектуально одаренных детей. По словам специалистов регионального центра развития и образования, для такого ребенка создается так называемый индивидуальный маршрут. Выявив ребенка, который достиг определенных результатов при написании олимпиадной работы, даже на школьном этапе, учитель может создать для него особые индивидуальные условия. То есть он может разработать комплекс занятий, мероприятий, которые помогут обучающемуся узнать больше, углубить свои знания и продолжить работу с этим учеником в определенном направлении. Уровень сложности заданий на олимпиадах не совпадает с форматом школьных домашних заданий. Ребенок должен мыслить шире, поэтому региональным центром развития и образования проводится специальная работа с одаренными детьми. Они выезжают в образовательные центры, проводятся обучения на местах. Надо улучшить качество выполнения работы. Но это сразу все не делается. Москва не сразу устроилась, как говорится. Это все идет постепенно, шаг за шагом. То есть нужно проводить определенный комплекс мероприятий для того, чтобы ребята привыкли выполнять олимпиадные задания. По итогам регионального этапа самые сильные ученики страны из всех регионов России будут состязаться на федеральном уровне, который пройдет в марте-апреле 2020 года. В случае победы на федеральном уровне для его участников будет предоставлен существенный бонус – возможность поступить в профильные ведущие вузы страны на профильные факультеты без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность по решению вуза, ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю Олимпиады.